Здравствуйте дорогие наши зрители! Сегодня мы приготовим новогодний вариант котлет котлеты шишки Я воспроизведу в памяти эти котлеты когда-то я делала когда дети были еще совсем маленькие это лет 25 назад но еще кое-что добавлю так что смотрим, что же мне понадобится Понадобится мне 100 граммов черствого хлеба можно взять белый хлеб, можно взять черный хлеб сегодня у меня темный хлеб я его заливаю 100 мл молока и оставляю на некоторое время на то время, которое мне понадобится для того, чтобы измельчить у меня здесь 1 средняя луковица 2 зубка чеснока в общем по 50% свинины и говядины всего 800 граммов мяса мясо можно взять любое можно взять куриную грудку и теперь мне нужно луковицу 2 зубка чеснока и 800 граммов мясо пропустить либо через мясорубку либо через блендер короче, сделать фарш свинина и говядина у нас вот постная видите, не жирная поэтому я взяла кусочек вот такой жирненький и добавлю, чтобы котлеты не были слишком взбитые мясо измельчили измельчим точно так же лук и чеснок теперь измельчим хлебушек так как у меня здесь 800 граммов мяса я беру где-то 15 граммов соли это примерно половину столовой ложки специи добавляем в любимые свои у меня черный перец всегда идет в котлетке еще я хочу добавить прованские травы а в прованских травах все и чабрец, и розмарин и разные-разные травки поэтому я добавляю прованских трав и все хорошо перемешаю вот так фарш у нас готов откладываем в сторонку и примемся за начинку для наших котлет а для начинки я натру 100 граммов любого твердого сыра этой же мелкой терке я натру 60 граммов сливочного масла и масло, и сыр я отправлю в мисочку но возьму немножечко сыра совсем чуть-чуть, вот так щепотку для украшения блюда и еще нам нужно нарезать зелень у меня немножко зеленого лука и немножко укропа зелень нарезаем как можно мельче и теперь всю вот эту массу хорошенько перемешаем ну и теперь берем фарш и формируем шарики какого размера мы хотим наши котлетки я примерно вот такие, чтобы помещались вот так в руку ну вот друзья, мы сформировали 16 котлет и нам нужно вот эту начинку также разделить на 16 вот таких вот шариков смотрите, начинку я не подсаливаю по желанию можно добавить чесночок либо какие-то специи но так как сыр у нас уже соленый то начинку можно и не солить и теперь берем котлетку вот так ее приплюскиваем берем кусочек нашей начинки и защипываем ее вот так, как мы защипываем пирожок скручиваем и придаем форму шишке новогодней чтобы вот эта верхушка была немножечко заужена а к низу оно было вот так вот пошире вот так формируем все наши котлетки шишки сформированы и теперь разбиваем какую-то емкость одно яйцо и хорошо перемешаем либо вилкой, либо венчиком у меня, друзья, здесь сухари из белого и из черного хлеба какой был такие просто порезали черный-белый хлебушек на квадратики и подсушили в духовке где-то 140-150 градусов как обычно и вот таким образом мы сформируем все наши котлетки шишечки складываем их пока на доску и продолжаем ну и вот последняя шишечка одного яйца мне не хватило я разбила еще одно яйцо но оно также останется так что рассчитывайте, что нужно будет полтора яйца вот и последнюю шишечку вот так хорошо, обильно обваливаем панировочные сухари видите, что с панировочных сухарей осталось а вот этих как раз впритык и вот так же точно мы сначала вот так обваляем нашу шишечку и потом посмотрим, где она у нас голенькая туда еще добавим немножко все, теперь переходим к плите разогреваем растительное масло и слегка обжарим наши шишки в сковородку наливаем растительного масла так, чтобы хотя бы высота была полсантиметра чтобы наши шишечки погрузились наши сухарики и разогреваем масло масло уже разогрелось я еще для надежности вот так прижимаю чтобы не разваливались наши сухарики и складываю сначала на бочок и буду переворачивать и обжаривать совсем немножечко, чтобы наши котлетки схватились со всех сторон из боков слегка обжарили и теперь обжариваем низ котлеток ставим их вот так вертикально котлетки подрумянились снизу и мы их выкладываем на бумажное полотенце чтобы упитался лишний жир минут 15 котлеты постояли на бумажном полотенце отдали свой лишний жир и теперь мы отправляем в духовочку разогретую до 200 градусов на полчаса если же вы хотите такие котлетки нарядные, шишечки приготовить к Новому году чтобы ваши детки порадовались то можно заблаговременно где-то 30-го, либо 31-го числа вот так их обжарить оставить на противне и за час до прихода гостей отправить в духовочку и у вас через полчасика будут горячие хорошие, прекрасные шишечки а я же отправляю в духовку котлеты я доводила до готовности в духовке 30 минут и можно украсить по желанию тем сыром которые мы оставили посыпаем еще горячие котлетки сыром и затем можно присыпать вот так еще кунжутом чтобы придать заснежен снежок заснеженные наши шишечки вот так еще присыпать вот друзья такая вот новогодняя у нас получилась композиция вот такие новогодние у нас шишечки и Иван Афанасьевич сейчас попробует и покажет вам в разрезе посмотрите я не буду показывать как оно вкусно не сомневайтесь наверняка очень вкусно но мясо не может не быть вкусным а то вам уже наверное надоело моя чавкающая морда я вам покажу как оно в разрезе сейчас вот так вот это вот достаточно аромат аромат тут надо и пробовать тут уже умопомрачительней посмотрите какая она в середине прямо котлета по-киевски да в тарелочке надави как вытекает оттуда а вот отсюда смотрите как придавишь и о масло течет видите сочное вкусное все на этом друзья до свидания ну все таки попробуй кусочек подписывайтесь ставьте лайки опять я живущий ну ладно сыр масло зелень похрустывает вкус это я думаю что будет самое главное блюдо на новогоднем столе ну просто невероятно просто невероятно и деткам особенно понравится красиво удобно вкусно приятно никаких побочных эффектов в костях только кушать кушать и кушать все до свидания пока 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 все до свидания друзья будьте здоровы до свидания до свидания